Верую в одиногобога. Богоугодное дело. С такой мыслью отец Алексий предоставил здание при церкви частному пансионату. Сам жить в нем отказался. Слишком много места для одной семьи. Никому не нужных немощных стариков сюда везут даже издалека. Постояльцев 18. Пустили бы больше, но некуда. Бабушку Зою забрали со свалки. Грязь могли отмыть только с помощью моющего средства для посуды. Бабушка Поля пришла сама. Здесь встретит 95-й день рождения. Детей я схоронила давно. Одного 20 лет, а второго 42 года. Внука 36. И осталась одна. А я инсульт пережила. Переживаю. И руганье владеет еще. Вам здесь помогают? Помогают. Еще как помогают. Здесь женщина приняла крещение. Она благодарна, что попала в добрые руки. Ей, как и другим постояльцам, оказывают полный сестрецкий уход. Но не так давно богоугодное дело вызвало сомнения. По словам отца Алексия, бийская епархия была недовольна тем, что без ее ведома в здание при церкви пустили стариков. Объясняю причину, почему все-таки не нужно было передавать это здание. Потому что мы подвергаем опасности людей, которые здесь будут находиться, якобы здание аварийно опасное. А когда меня сюда отправляют с семьей жить, ни у кого не возникает вопрос, что у меня может здесь, я не знаю, разрушиться здание, задавить. Вся наша жизнь церковная, она регламентируется послушанием. Не было благословено какие-то комментарии по этому вопросу давать. Для отца Алексии история обернулась священным судом и порицанием. В суде Мирском епархии выясняют отношения с директором дома престарелых, которого якобы все лето предупреждали о нарушениях. Руководитель пансионата это отрицает. Прокуратура выступила заявлением признать здание аварийным. Пансионат провел экспертизу. Вот толстый документ, который свидетельствует, что здание пригодное для жилья. Затем прокуратура провела противопожарную проверку, где выявила аж 20 нарушений, среди которых, например, отсутствие договора на техническое обслуживание или настил пола на путях эвакуации, не иметь сертификата пожарной безопасности. Речь идет о линолеуме. Пансионат вновь провел работу. Вот акт, который свидетельствует о том, что все нарушения устранены. Вот заказали специальные бревна. Вот видите, они какие мощные. Положили их. Они лежат и опираются на стены. И к этим бревнам подтянули потолки. Провисание потолков устранили. На очереди противопожарная обработка крыши. Пожалуй, главное из нарушений. Но времени на это уже нет. С 4 декабря по решению суда во избежание трагедии всех принуждают выселиться. В пансионате не понимают таких стараний Бийской епархии. А директор сравнивает происходящее разве что с совсем безбожными 90-ми. Никогда никто не предъявлял претензий, не наезжал на дома престарелых, на дома ветеранов. Даже помогали им, старались все те лица, которые совершали противоправные действия. Но никогда даже у них не было такого, чтобы кто-то посягал или требовал каких-то откатов. Наталья намерена судиться до конца. В ее распоряжении дней 20, чтобы дважды заплатить штраф за то, что никто не съехал. Но суд может длиться дольше. В районной прокуратуре нам сказали, что повторные экспертизы пройдут в течение месяца. В местной администрации подтвердили. О проблеме знают. Помогут после заявления от пансионата. Но речь о предоставлении другого помещения в районе пока не идет. У нас есть и в Бийске, и в Барнауле, и вообще по краю в некоторых территориях, которые готовы принять пожилых людей на постоянное содержание. Мы в свое время окажем тогда помощь и в доставке туда. Но это возможно лишь согласие постояльцев. Они хотят жить здесь, в их новом доме, где бабушка Зоя и Поля наконец нашли родственные души. Останутся ли, как просит отец Алексий, директор пансионата, или переедут, как велит епархия? Очевидно, на все воля Божья. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости.